и вот такой восторг каждый раз когда мы разрезаем чиапату сегодня испечем вкусную воздушную как облако великолепную чиабатту вернее сегодня замесим а испечем завтра по моему опыту чиабатта получается больше с дырками после ночного брожения в холодильнике я готовлю тесто из расчета на 1 килограмм муки можете сделать пол нормы у меня получается 6 красивых чиабат очень удобно использовать вот такой пластиковый судок который закрывается крышкой с клапанами контейнеры такого плана используют в пекарнях в нем будем и месить и выбраживать наливаем 800 миллилитров воды комнатной температуры добавляем 6 грамм сухих дрожжей перемешаем совсем слегка теперь вливаем 110 грамм оливкового масла это примерно три четверти стакана можно использовать также любое растительное масло сейчас мы с вами так замесим тесто что даже ручки не запачкаем сюда же просеиваем 1 килограмм белой пшеничной муки и добавляем 6 грамм любой соли а теперь возьмем большую ложку или твердую лопатку и перемешиваем все ингредиенты чтобы это связалось в один ком месить по-настоящему не станем это чиабатта на тесте без замеса всего на перемешивание ложкой у меня ушло ровно две минуты как я уже сказала вы можете сделать половину нормы и испечь три чиабатты или например треть нормы но я не вижу в этом смысла они улетят у вас на раз-два и ничего не останется я пеку 6 и несколько прячу в морозилку в плотный пакет если разогреть потом такую чиабатту она совершенно как будто свежеспеченная я распределила тесто ровным слоем по дну и оставляем тесто отдыхать идем занимаемся своими делами на целых 45 минут рядом с контейнером я держу вот такую тарелочку с водой чтобы смачивать руки для складывания теста вот так через 45 минут она выглядит довольно жидкая и не привлекательная но чего же еще ожидать наколотили и оставили но переживать не стоит результат вы видели а теперь наша задача сложить тесто вытягивая и складывая внахлёст как бы конвертом так делаем со всех четырех сторон при первом складывании тесто еще не эластичное в некоторых местах может рваться но это потому что клейковина еще не выработалась немного времени дадим нашему тесту смачивать водой руки нужно чтобы тесто не прилипало к рукам вот такой горочкой держится наше тесто теперь оставим его отдыхать на 40 45 минут все через 45 минут проводим второе складывание у меня за окном уже потемнело я всегда готовлю чиабатту во второй половине дня ближе к вечеру чтобы поставить тесто в холодильник на ночь и вот уже при втором складывании можно почувствовать что тесто становится более эластичным оно без труда отделяется от стенок контейнера и уже не рвется при вытягивании это тесто у нас в 80 процентной гидрации то есть количество воды составляет 80 процентов от количества муки после четырех таких складываний и расстойки вы можете испечь прекрасную воздушную чиабатту но на мой взгляд чиабатта ароматнее вкуснее если поставить тесто в холодильник для ночного брожения и я ставлю тесто после третьего складывания на ночь в холодильник сейчас мы закончили второе складывание оставляем тесто отдыхать снова на 45 минут и дима и тестовышка 9 лоран всегда вычисляет меня когда я готовлю дрожжевое тесто и всегда приходит попробовать и не отстанет и не успокоится пока не покушай и так мы подошли к третьему складыванию по прошествии 45 минут сейчас уже можно почувствовать каким вязким стало наше тесто вытягивать его одно удовольствие она уже не расплывается посмотрите какой горочкой она держится а моя малышка пока не получит еще свою порцию не отстанет и что там такого вкусного может быть в сыром тесте кстати напишите мне пожалуйста в комментариях если кто знает секрет я что-то не припомню чтобы я в детстве у мамы тырила тесто на этом мы заканчиваем третье складывание и отправляем тесто в холодильник на час через час или через полтора проводим четвертое складывание холодного теста и снова отправляем его в холодильник до самого утра таким образом мы получим много больших дырок в чиабатте как я уже сказала можно тесто и не отправлять в холодильник на ночь и после четырех складываний испечь прекрасную чиабатту но будут ли дырки это вопрос а после ночлега в холодильнике дырки будут точно конечно вкус не в дырках но дырки это полный восторг на следующее утро наше тесто выглядит вот так много-много пузырей у меня случалось так что тесто оставляла я даже на две ночи с промежуточным складыванием и чиабатты получались просто замечательными вот так вываливаем тесто на присыпанную мукой рабочую поверхность видите сколько пузырей и даем ему спокойненько отлипнуть самому а теперь приподнимаем контейнер в тесте настолько хорошо выработана клейка вина она держится горочкой не растекается несмотря на свою высокую влажность очень щедро присыпаем мукой со всех сторон с помощью скребка подравниваем стороны чтобы получились ровненькие чиабатты и и слегка очень аккуратно подтянем чуть-чуть растянем наше тесто на тесто не нажимаем для того чтобы не нарушить пузыри внутри ну вот а теперь можно резать я режу на 6 частей поскольку толщина пласта неравномерно там где потолще я режу прямоугольники меньшего размера потом я вытягиваю каждый кусочек и получается 6 ровных чиабатт я беру тоненькое кухонное полотенечко сбоку ставлю старенькую скалку раритетную присыпаю густо мукой скалочка в данном случае служит нам бортиком и вот таким образом на щедро присыпанную поверхность выкладываем все наши 6 чиабатт делая бортики из того же полотенца липкий бачок чиабатты на срезе можно обмакнуть в муку вот так делается это для того чтобы после расстойки чиабатты не прилипли друг другу еще морковка морковка чтобы помыть любой пластиковый контейнер нужно налить немного воды моющее средство для посуды и бросить туда салфетку вот так потрясти и не нужны никакие мочалки все остатки жира полностью убрались со всей поверхности контейнера так вернемся к нашим чиабаттам к концу расстойки духовка должна быть нагрета до 240 градусов цельсия из мягкого картона обернутого бумажным полотенцем я смастерила себе вот такую подложку переворачиваем на нее чиабатты смотрите какой рисунок от полотенца получился можно подровнять бачок если кривенький и вторую чиабатту тоже отправляем на пергамент пергамент я положила на перевернутый противень чтобы потом он легко соскользнул на тоже перевернутый противень прямо в духовку важно их переместить на раскаленный противень наши чиабатты будут печься 30 минут а мы прогуляемся по саду когда видим что чиабатты уже достаточно румяные как раз прошло 30 минут отправляем на пергамент вторую партию и одним махом выгружаем испекшиеся и загружаем новые аромат конечно в доме стоит нереальный просто сумасшедший получается что первые две чиабатты расстаивались 30 минут вторые две уже час и третьей полтора часа но это ничего все три партии получатся просто великолепные все три партии получатся просто великолепные до следующих чиабатт стирать не нужно ну что ж давайте разрезать я думаю комментарии излишни это просто очень вкусно сейчас эту красоту будем пробовать свежая чиабатта это соблазн от которого невозможно отказаться я очищаю помидоры от кожицы присыпаю крупной солью сбрызну их также оливковым маслом налью еще оливковое масло отдельно добавим бальзамический уксус обычно присыпаю черным крупномолотым перцем но сегодня мелкого помола сюда же выдавливаем сок лимона и тоненькая струйка густой сладкий бальзамический соус очень вкусная штука чесночок можно добавить цветные помидоры черри я добавляю еще майоран затор на иврите бокальчик нашего домашнего красного вина и чиабатта с этим всем ну просто очень вкусно если вам понравилось это видео и рецепт ставьте лайк подписывайтесь на мой канал и до встречи в новых видео а я желаю вам добрых вкусных запахов в доме до встречи в новых видео